Сегодня я сделаю обзор моего скетчбука, который я заполнила. Расскажу о смешанных техниках с масляной пастелью. Покажу свои материалы и расскажу о моих самостоятельных грунтах. Кетчбук имеет сзади картон, что довольно-таки дает ему такую устойчивую плотную поверхность. Есть спираль, удобно перелистывать. Есть перфорация, чтобы отрывать страницу. С кетчбуком этим я довольна вполне. У него плотная страница 300 мг. И хорошо держит воду и сильно не гнется. Но для этого нужно закреплять листы малярным скотчем. Я покажу вам, как я закрепляю лист малярным скотчем по периметру. Кроме того, что это держит хорошо форму листа, это дает приятную рамочку белую паспорту вокруг. Акварельная подложка с солью – популярный и эффектный способ создать крупную фактуру. Я проверяла разные виды крупной соли, даже соль мертвого моря. По результатам теста разницы с обычной крупной поваренной солью нет. Вы видите мой эксперимент и работу, которую я сделала по этому листу. А так выглядели листы для работ, которые я сейчас покажу. Спидпейнт этой работы есть на ютубе. Это та же самая техника – крупная поваренная соль с акварелью и масляная пастель сверху. Это та же самая техника. И это есть видео. Все видео к этому спидпейнту я оставлю ссылками внизу под видео. Эту, а так же следующую работу я выполнила с помощью ваксарелли. Это я создавала этими восковыми водорастворимыми мелками подложку цветную. И сверху работала масляной пастелью. Вы можете увидеть этапы создания работы. Мне понравился этот яркий цвет, где он тут розовый. И по нему я работала сверху масляной пастелью и процарапывала мастихином. Вот эта линия, на мой взгляд, очень интересно здесь просвечивается. Розовая. Подложку под эту работу я сделала с помощью акварельных карандашей. У меня есть стидлер и есть кахенор. Это был кахенор оранжевый. Этапы я вам сейчас показываю. Этот материал хорошо растворяется водой, поэтому с ним интересно работать. Эту работу я начинала акварелью и акварельными карандашами. Использовала я для фона текстурную акриловую пасту. Показываю, как она выглядит в действии. Это такие катушки небольшие. Они могут стать любого цвета, если вы сверху их прокрасите краской. Тут тоже полупрозрачная текстурная паста. Сверху масляная пастель. Работа начата акварелью. Сверху прозрачный ритм голден. И акварельные карандаши. И масляная пастель сакура. Это работа в аксорелью. И сверху масляная пастель. Итализация карандашами. Здесь то же самое технически. Здесь мне нравится, как работает вот этот кусок. Сейчас я его покажу. За счет фактуры акварельной бумаги можно создавать вот такие интересные эффекты. Здесь подложка гуашью. Пася класс. У нее красивые есть цвета. Оранжевые, желтые, яркие, красные. Сверху проргрунтовала акриловым грунтом голден. И проработала карандашами кохинор. И сверху масляная пастелью сакура-специалист. Вот она. Сейчас это одна из моих любимых. Вот эти вот белки и сакура. Грунт на основе песка я делаю самостоятельно. Так он выглядит в натуральном виде, без добавления каких-либо красок. У меня по дому вот такого цвета песок. Конечно, чем мельче песок, тем приятнее фактура получается. Рецепт есть у меня в инстаграме. Просто зайдите, напишите мне личное сообщение. Юля пришли. Я пришлю. Тут акварель. Сверху прозрачный акриловый грунт голден. И масляная пастель детализация акварельными карандашами. Это тоже грунт на песке. В этой работе грунт для пастели Люквитекс. Вот он. Он такой жидкий и довольно-таки нежный. Дает нежную поверхность. По ней приятно работать. Но если нужно что-то действительно такое прочувствовать, фактуру, это, конечно, что-то более крупное и грубое должно быть. И последняя работа в скетчбуке. Это подложка гуашью. Я пользуюсь иногда мастер-классом, иногда таллингс гуашь. Сверху прозрачный грунт голден. И прорабатывала я акварельными карандашами и неоколор 2. Вот они. Спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте. Желательно в моем инстаграме. Я редко захожу и отвечаю на вопросы в ютубе. Продолжение следует... Продолжение следует...